Она заключается в том, что если у вас в данный момент не загружается YouTube или, допустим, тормозит, то вы можете перейти по ссылочкам в мой Telegram или Adzen. Там также я публикую это же видео, то есть дублирую. И вы можете посмотреть спокойно это видео без торможений и без всяких глюков. Итак, еще раз скажу, что меня зовут Лена, и добро пожаловать! Итак, начнем с показа моих покупок, которые я совершила. Они очень полезны, необходимы и не создают красоту не только лицу, но и волосам. Ну и также очень интересные вещи, которые я сейчас вам покажу. Первым покажу вот такую подводку, она очень интересная, она не черного цвета, очень красиво и тонко рисует. Карандашик, он фиолетового цвета, очень, кстати, классный. Вот такой здесь стержень и очень тонко рисует. Можно и потолще. Дальше я хочу вам показать вот такие пучки. Они идут для глаза. Можно создать очень красивый образ глаза. Но для того, чтобы был необычный взгляд. Дальше идут у меня вот такие пучки. Они идут уже с клеем. Пучки для глаз. Здесь несколько вариантов. 8, 9, 10, 11 и 12. Самое большое идет в уголочек глаза, потом дальше посередине и, в принципе, по как вы хотите, положить себе реснички. Никогда не делайте так, чтобы было слишком их много пучков. Лучше будет немножко поменьше, чем побольше. Вы можете сами сделать свой образ глаза, как вы хотите сделать. Более открытым, более узким или более расширенным. Много пучков можно сделать, смотря на какое вы идете мероприятие и для чего вам это надо. Даже для фотосессии. Пучки очень хорошо клеятся, кстати, на глаз с помощью клея. Хорошо смывается. Это самое главное. Можно любое средство взять и смыть клей. Это очень плюс. И мне очень понравилось. Вот такие маленькие пучки. Не объемно, не большие, а вот такого именно размера. И то, что они идут в футляре. И вот такой пинцетик. Заказала я вот такие магнитные реснички. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Так. Магнитные реснички, которые идут без клея и крепятся в одно касание. Открываем. Смотрим. Тут три вида ресничек. Подводка магнитная и пинцет. Сейчас я поближе вам покажу. Первое, что я могу сказать. Я уже попробовала эти реснички. Конечно, очень длинные. Если очень длинные, вы можете их немножко подстричь. То есть, они на глазах смотрятся, как огромные ресницы. Поэтому, если вам этот эффект такой не нравится, то вы можете подстричь. Второе, что я заметила. С подводкой. Она очень хорошая. Но один минус существенный. Она не очень хорошо смывается. То есть, остатки от нее остаются. Поэтому, конечно же, хорошенько ее лучше смывайте. Вот так выглядит кисточка. Подводка черного цвета. Но она очень, еще раз повторю, не так хорошо смывается с глаз. Пинцет. Пинцет. Он железный. И вот так выглядят реснички. Также мне положили подарок. Это патчи для глаз. Будем благодарны за отзыв. Заказала вот такой уход за волосами. Шампунь и кондиционер. Я покажу сейчас вам, что здесь написано. И что здесь опубликовано. То есть, пред вами восстанавливающий бальзам. Ополаскиватель для волос. Идет он с коллагеном и биотином. И что он делает? Он укрепляет, разглаживает, стимулирует выработку кератина, облегчает расчесывание и укладку, придает эффект ламинирования, реконструирует и уплотняет. Экстремальное восстановление сильно поврежденных волос. С эффектов ламинирования. И шампунь. Бережно очищает волосы и кожу головы. Восстанавливает структуру. Повышает эластичность. Предвращает сечение кончиков. Уплотняет волосы. Уменьшает ломкость. Сглаживает чешуйки и кутикулы. И также экстремальное восстановление сильно поврежденных волос с эффектом ламинирования. И что я почитала? О том, что отзывы о нем. О том, что он очень хороший шампунь. И также бальзам. Капучинатор для того, чтобы взбивать молоко. Ну и дальше я вам покажу, как это все это... Прид вами капучинатор. Он черного цвета. Сейчас я открою и покажу, что туда входит. Инструкция. Сам капучинатор. Это включатель. Это низкая скорость, средняя скорость, высокая скорость. Это индикатор заряжа. На зарядке. Это для яиц, для теста и для молока. Это для молока, для пенки. И сейчас я вам покажу в действии. Для этого мне понадобится 2 яйца, молоко, миска и капучинатор и насадка для взбивания яиц. Взбиваем молоко. Все. Омлет готов. Можно его на сковородку и уже жарить, кушать. Дальше я хочу вам показать, как взбивать мачо-чай. Для этого мне нужна кружка, сам чай мачо и другая уже насадка. Вот такая. Дальше я хочу вам показать, как взбивать мачо-чай. Молоко для мачо, конечно, нужно налить в отдельную окружку молоко и потом уже добавить его овчай. Дальше я хочу вам показать, как взбивать мачо-чай. Я хочу вам показать, как взбивать мачо-чай. Я, конечно, не художник, но что-то получилось. Аплодисменты. 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 Сейчас я добавила приправу, кофе и десерта. Кстати, очень вкусная. Вставляется капучинатор через USB. Не надо никаких батареек. Сейчас вам покажу, куда нужно. Вот сюда вставляете и заряжаете. Спасибо всем за то, что посмотрели видео. Продолжение следует. Я еще приготовила вам обзор на мои покупки, но это будет уже в следующем видео. И хочу вам сказать, пожалуйста, утепляйтесь потеплее, потому что на улице сейчас похолодал, выпал снег. А еще плюс гололед. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Укутывайтесь. Защищайте свои ручки, шею, ножки и голову. И, конечно же, не забывайте уход за руками. Они тоже очень нужны для того, чтобы показывать красивыми их и ухоженными. Все. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за комментарий. И хорошего вам дня. Всем пока.